В детстве наша семья жила в сельской местности, и восприятия и впечатления об окружающем пространстве, они были очень локально ограничены, и, собственно, новые впечатления об окружающем мире я черпал из книг активно. И как обыкновенный среднестатистический мальчик я, конечно, увлекался приключенническими романами, исторической прозой, и я хотел в детстве стать первопроходцем, путешественником, может быть, если синоним подобрать таким военным разведчиком. Я никогда не думал о том, есть ли песня, которая спета, как будто про меня, но в целом со студенческих лет мне очень импонирует песня «Отревожная молодость» на стихе Александра Пахмутовой. Сейчас, наверное, такое счастливое время в моей жизни, что менять в себе я бы ничего не стал. Если бы этот вопрос мне задали лет 10 назад, я бы задумался. Сейчас нет. Я по роду деятельности уже более 10 лет работаю с большим количеством людей, и вот есть такая прекрасная книга Эрика Бёрна, которая называется «Игры, в которые играют люди». Мне сейчас огромное удовольствие доставляет понимание тех процессов и общение с людьми. Это игры, в которые играют люди, безусловно. Я, в принципе, люблю готовить. Когда я готовлю, я отдыхаю. Удаются мясные блюда. «Орел» за последние годы меняется в лучшую сторону. Но, на мой взгляд, в этом большая заслуга власти. Мне нравится, что меняются общественные пространства. Но я считаю, что есть большой потенциал еще в реках, которые по территории города Орла протекают. Это Орлика, Ака, это мосты, это все, что связано с набережными. Первая работа – это работа, связанная с помощью семьи, введения хозяйства, сельского хозяйства. Мы активно строили дом, пристраивались. Это была такая подсобная работа в разных сферах деятельности хозяйства. Если говорить про официальную работу, то в старших классах школы, после 10-го, я работал на Сосковском срозаводе. Это была очень интересная работа, связанная с технологическими этапами производства и изготовления сыра. С тех пор люблю сыр. В людях я ценю легкость. Мне нравятся легкие, может быть, неболтливые люди, нечиславные, добрые, порядочные. Не терплю гордыню, ложь, предательство. Если бы я был супергероем, у меня была бы суперспособность забывать какие-то факты, может быть, людей. И мне кажется, эта суперспособность у меня сейчас развивается. Лучшие качества моих родителей. Я им благодарен абсолютно за все, что у меня есть в жизни. Но самое главное, на мой взгляд, что они никогда не пытались мне навязать свое мнение или свое решение. И все важные события в моей жизни и решения принимались мной самим. Лучше всех меня знают мои родители и мой сын Макар. Мне в целом нравится Орловщина. Я люблю город Орел, но в Орле мне сложно выделить любимые места. Я обожаю природу. Леса, балки, овраги. Потрясающе красивая природа Орловщины. Мне очень нравится фильм «Они сражались за Родину». Я его периодически пересматриваю. Это потрясающий фильм. И в нем на фоне драматических событий Великой Отечественной войны показана настоящая мужская дружба и настоящее товарищество. С хорошим юмором. Мне кажется, дружба именно такая, как там показано. Я мечтаю сделать восхождение на Эльбрус. Может быть, в ближайшее время. Призвание – это образ мышления, образ интересов. Примеряя на себя, могу сказать, что с детства я увлекался историей. Поступив, получив первое образование на Орловском историческом факультете, я с удовольствием продолжаю заниматься изучением общественно-политических, социально-экономических процессов. Я интроверт, но работа моя, опять же, на протяжении последнего времени, длительного, пытается, наверное, сделать из меня экстраверта. Я занимаюсь спортом и физкультурой достаточно активно, насколько это позволяет время. Обожаю плавание, велосипед. И из игровых видов мне нравится очень бадминтон. Сегодня эта игра на Орловщине развивается благодаря Александру Мисуркину. Мне помог совет отца, он банальный достаточно, воспринимать жизнь проще. Дорогу осилит идущий. Я верю в добро, я верю в то, что упорный труд приносит результаты. И я верю в то, что хороших людей вокруг нас с вами гораздо больше, чем подлецов и негодяев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова